Мне бы хотелось представить доклад Острые ликозы в Архангельской области среди детского населения Острые ликозы составляют около 3% всех злокачественных опухолей, а среди гемобостозов занимают вообще лидирующие позиции И таким образом изучение эпидемиологических показателей на региональном уровне дает возможность прогнозировать основные показатели заболеваемости Также число пациентов в определенных группах населения Цель данной работы была проанализировать основные эпидемиологические показатели острых ликозов в детской популяции в Архангельской области И таким образом был в ретроспективном режиме проведен анализ показателей заболеваемости острого ликоза В расчете на 100 тысяч детского населения в Архангельской области за период с 2004 по 2018 года Таким образом за 15-летний период было зафиксировано 160 первичных случаев острого ликоза в Архангельской области В возрастной группе от 0 до 17 лет Средний возраст дебюта острого ликоза пришелся на 7-летний возраст По гендерным признакам большая доля пришла на мужское полу, составило всего 92 случая Ну и соответственно на женские 68 случаев На данном слайде представлено количество всех первичных случаев острого ликоза в Архангельской области В зависимости от районов Архангельской области Как можно увидеть на данном слайде, максимальное количество пациентов, их 50, пришлось на город Архангельск В два раза меньше на город Севердвинск и составило 28 случаев Минимальное же количество случаев, это по одному, пришлось на Виноградовские и Шенкурские районы Что хотелось бы акцентировать ваше внимание На долю городского и сельского населения На долю городского населения составило больше процентов пациентов и составило 58% На данном слайде представлена структура острого ликоза 77% это большая часть пришлась на острый лимфобластный ликоз В структуре острого лимфобластного ликоза также большая часть пришлась на B-линейный ликоз Что не противоречит общероссийской тенденции На данном слайде представлены показатели заболеваемости острого ликоза За данный временной интервал с 2004 по 2018 год И хотелось бы отметить, что минимальный показатель, который равнялся 1,3 на 100 тысяч детского населения Пришелся на 2006 год И максимальный показатель, который составил 7,8 на 100 тысяч детского населения на 2018 год Также хотелось бы отметить и видно из графика Отмечается четкий тренд увеличения данного показателя заболеваемости Со средним показателем за 15-летний период, который составил 3,7 на 100 тысяч детского населения Показатели заболеваемости отдельно острого лимфобластного ликоза и миелоидного ликоза Что касаемо лимфобластного ликоза, то также отмечались минимальные показатели в 2006 году И он оказался 0,9 на 100 тысяч детского населения И максимальный также в 2018 году он составил 6,7 на 100 тысяч детского населения И также мы можем видеть, исходя из графика, что явно тренд по увеличению данного показателя За временной интервал с 2004 по 2018 год со средним значением 3,2 на 100 тысяч детского населения Что касаемо острого миелоидного ликоза, то минимальные показатели заболеваемости Отмечались в 2006, 2015 и 2016 годах и были равны 0,3 на 100 тысяч детского населения Что касаемо показателя заболеваемости острого миелоидного ликоза Он, видно по тренду, остается в одинаковых значениях и нет никакой тенденции к его увеличению или уменьшению Со средним значением за 15 лет 0,8 на 100 тысяч детского населения Что касается показателя смертности острых ликозов в Архангельской области За текущий период исследования, за 15 лет То он достаточно был изменчив за эти 15 лет Но также отмечается четкий тенд по снижению данного показателя И в 2004 году он составлял 0,14, а в 2018 году он уже составляет 0,04 Если подвести итог всему вышесказанному То средний возраст заболевания, дебют заболевания острого ликоза пришелся на 7-летний возраст Больше преобладал мужской пол среди всех случаев острого ликоза Средний годовой показатель острого ликоза у детей в Архангельской области Он соответствует среднему по Российской Федерации И напомню, он у нас составил 3,7 Что касается же по острому миелоидному ликозу То его показатель заболеваемости составил 0,8 И это незначительно превышает общероссийские показатели Спасибо за внимание Спасибо, Анна Сергеевна Анна Сергеевна, я думаю, что вы там второй слайд Вы, наверное, все-таки ошиблись Закралась ошибка 3% Вы говорите, что 3% Все ликозы составляют 3% от всех опухолей Ведь 30%, насколько я понимаю 30, да, я прошу прощения Есть просто 3% Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать про рецидивы острых лимфоликозов? Вы анализировали вот к настоящему моменту увеличение или уменьшение количества рецидивов? Количество рецидивов анализировались за этот период И, к сожалению, есть небольшая тенденция к их увеличению Это связано с переходом с одного протокола на другой Или, в общем-то, не связано с этим? Ну, пока точно я не могу сказать Потому что более глубокий анализ требуется Потому что и смена препаратов была Также и смена протоколов была Ранние рецидивы, вот я знаю, что на протоколе 2008, да, МБ, их практически не было Их практически не было А сейчас? Сейчас они есть Сейчас они появились, да? Да Спасибо Еще вопросы, уважаемые коллеги? Да У нас есть время уже для дискуссии, для вопросов, поэтому мы... Врач-гематолог города Ижевска У меня такой вопрос Вот лично с чем вы связываете рост заболеваемости? Учитывая то, что численность детского населения, она меньше стала? Сложный вопрос Численность детского населения в Архангельской области, она, конечно, снижается, но незначительно Но и также, скажем так, увеличилось количество транслокаций, которые мы выявляем Да, генетических транслокаций, которые утяжеляют лечение ликоза и выявляют ранние виды ликозов, да Ну и также экологическая обстановка, она... Эко, после эко Что касаемо ликоза, у нас не было случаев после эко По другим солидным опухолям у нас были, ну это касаемо нашего отделения, да, Архангельска По другим солидным опухолям у нас были детки, проходили после экстракорпорального оплодотворения Что касаемо острых ликозов, которым вопросом я занималась, таких деток у нас не встречалось пока что Скажите, пожалуйста, вот Архангельская область еще, она имеет определенные особенности Учитывая то, что есть центр атомного судостроения Северодвинска, да, и есть Плесецк Откуда запускаются спутники военного характера И довольно часто это случается А вот как-то отличается по заболеваемости? Вы показали просто количественно, да, вот, что в Северодвинске столько-то было А вот по заболеваемости есть отличия, говорящие о том, что вот в этих местах выше заболеваемость? Потому что это волнует население Если экстраполировать количество случаев на плотность населения каждого города Будь то Северодвинск или Архангельск, то количество заболеваемости, показатель заболеваемости, конечно же, больше в Северодвинске Еще вопрос, у меня-то складывается другое впечатление, но мы должны просто провести еще более глубокую работу над этим Анна Сергеевна, скажите, пожалуйста, вы вот привели очень интересные графики, где рост заболеваемости лейкозами идет Вот были высокие, более низкие уровни, я скажу, что они более низкие были в 2006-2009-2015 годах У вас пилообразная какая-то очень графика Скажите, пожалуйста, а с чем связано рост и снижение заболеваемости лейкоза? То есть это нестандартная такая ситуация Ну, заболевания лейкозов это все-таки спонтанные, да Мы не можем точно прогнозировать количество пациентов, которое будет в тот или иной год Поэтому и количество детского населения, и рождаемость тоже влияло на этот уровень показателей заболеваемости То есть закономерность можно выяснить только тогда, когда построится лейкоза тренда, да? Да, да, спасибо Если можно, я тоже войду в эту дискуссию Дело в том, что в тех территориях, где население невелико, вот эту пилу-то мы и видим Вот там, где большое население, вот допустим взять Россию, да Мы увидим такую гладкую-гладкую поднимающуюся без всякой пилы кривую А вот в территориях, где население небольшое, мы эти пилы видим Кроме того, еще очень важный фактор, фактор учета Когда мы отправляем документы о выявленном случае У нас пациент поступил, допустим, в октябре Диагноз-то установлен в октябре, а ушел он домой в феврале А учет-то пойдет по февралю следующего года И таких случаев довольно много, потому что Вот в таких территориях, как Архангельская область, Республика Коми Вот показывал Андрей Ильиничу карту Добраться к пациенту на каждый блок терапии Будь солидная опухоль, ликоз крайне сложный Поэтому они живут, бывая там, больше полугода Не уезжая домой, а отчетность-то пойдет по выписке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова